О роли спорта в патриотическом воспитании мы уже вкратце сказали, а сейчас предлагаем раскрыть эту тему еще поинтереснее. В команде находит настоящих друзей и ощущает то самое чувство локтя. У нас в гостях ведущий игрок основной команды баскетбольного клуба «Цмоки» Минск Владислав Близнюк. Доброе утро, Владислав. Почему баскетбол? Все очень просто. Я в баскетболе с 8 лет благодаря моему отцу. Мой отец первый тренер. И, следовательно, с выбором спорта у меня не было никаких проблем. Я шел на этот вид спорта и однозначно знал, что я в правильном виде спорта. Кто из кумиров в баскетболе был всегда и остается? Ну, как икона баскетбола, наверное, все же Майкл Джордан. Потому что я не застал его игру, но я наслышан, как он играет, как он отдавался делу. А если брать из игроков из Национальной баскетбольной ассоциации, то мне очень нравится Карри Ирвинг. Он сейчас играет в Бруклине. Очень нравится своей игрой, свои видимые площадки, кроссоверы, его стиль игры в целом. А в Беларуси есть ли у вас те ребята, которые вам нравятся играть? В Беларуси вся команда смог иметь. Ну, я понял. Хорошо. Владислав, с 8 лет ты же не сразу пришел в успех. Это долгая ежедневная работа, не сразу основная команда. Бывали ли случаи, когда хотелось все бросить? Может быть, спорт не мое, пойду там, не знаю, программированием заниматься. Случаи такие, конечно, бывали, но это вообще минутная слабость. И вот такие после обидных поражений, знаете, когда хочется абсолютно все бросить. Но тем не менее, когда ты после выходного дня приходишь обратно в зал, у тебя снова вдохновление вот такое появляется. И хочется работать и только становиться лучше с каждым днем. А в чем вы видите именно преимущество командного вида спорта перед индивидуальным, если? Командный и индивидуальный вид спорта. В индивидуальном виде спорта ты должен рассчитывать только на себя в целом. А если, допустим, в командном виде спорта, вот у тебя, например, сегодня не идет игра, но всегда есть товарищи, которые тебя поддержат, вместо тебя хорошо сыграют. Ну, после ночного клуба, если ты придешь сразу на игру, ничего страшного. А есть у нас какие-то командные традиции, вот дух командный? Расскажите, как поддерживаете? Обычно перед важными играми у нас есть такое, как бы, сплочение или командный ужин. Мы просто выходим в какое-то заведение, сидим, общаемся, разговариваем. И это действительно нам помогает, потому что, ну, это проверенная схема, вот. И потом мы, спустя несколько дней, выходим на игру абсолютно другими, абсолютно заряженными, эмоционально, что самое главное, вот. И иногда выигрываем, конечно, иногда проигрываем, но, тем не менее, это хорошая традиция. Сколько трехочковых подряд можешь забить? А рекорд 30. Рецепт успеха для молодого спортсмена в баскетболе? Какой? Я бы назвал, наверное, трудолюбие в первую очередь, потому что вот именно когда ты отдаешься своему делу полностью, только тогда можно рассчитывать на какой-то результат. Поэтому, если ты приходишь на тренировку и с мыслью просто побегать, поиграть, это тебе никак не поможет. Ну как? Это как Рокки Бальбо в боксе. Так нужно тренироваться примерно? Ну, примерно. И какую роль в этом имеет спортивный патриотизм? Ну, начнем с того, что я играю за сборную Беларуси по баскетболу. И в каждой игре я очень горд надевать майку сборной. И это действительно приятно. Приятно представлять свою страну на международной арене. Да и вообще, в принципе, это престижно. Я считаю, что любой баскетболист, да и не только баскетболист, но и спортсмен в целом, стремится играть в сборной своей страны. Поэтому это круто. Отлично. Ну что, успехов, удачи. Удачи, побед, новых площадок, турниров. Что ближайшее вообще у вас планируется? Да, вот. 22 января мы будем играть на домашней площадке на Минской арене против баскетбольного клуба Енисей. Наш клуб в связи со 130-летием баскетбола организовывает такое шоу. Приглашаю всех в 13.30, 22 января на Минск-арену. Там будут всякие активности, развлечения. А в три часа непосредственно уже начнется наша игра. Можно будет автограф взять. Это для тех, кто с детьми хочет прийти. Да, конечно. Катя может уже сейчас брать. Поэтому будем всех рады видеть. Спасибо большое. Приходите и переживайте. Удачи. Спасибо. Но мы напомним, что это утро он с нами встретил ведущий игрок основной команды баскетбольного клуба «Цмойки» Минск Владислав Близнюк.